Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем цикл интервью с руководителями секций и симпозиумов, которые пройдут в рамках 10-й международной конференции воспитания и обучения детей младшего возраста. И сегодня я рада приветствовать Игоря Богдановича Шияна. Игорь Богданович, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! Игорь Богданович – кандидат психологических наук, руководитель лаборатории развития ребенка Московского городского педагогического университета. В рамках программы конференции Игорь Богданович выступит руководителем научной секции «Что такое обучение в детском саду», которое проводится совместно Московским городским педагогическим университетом и Гетеборгским университетом Швеции. Игорь Богданович, расскажите, пожалуйста, о том, что такое обучение в детском саду и почему в данной секции среди множества иностранных коллег примут участие именно коллеги из Гетеборгского университета. Спасибо за представление. Действительно, это результат нашего сотрудничества, сотрудничества наших университетов. Мы довольно долго, уже много лет сотрудничаем, и одним из результатов этого сотрудничества стало наше продвижение в исследованиях качества дошкольного образования, использование международной шкалы Экерс, но мы проводим все оценки качества только для того, чтобы понять, каким образом это качество можно улучшить. И это объединяет и нашу команду, и команду исследователей из Гетеборга. И, соответственно, у нас ключевые спикеры. Это Соня Шеридан, она давнишний участник, может быть, практически постоянный участник нашей конференции, и ее коллега Пия Вильямс. И история вот этой темы заключается в следующем, что вот это слово и понятие обучения, оно традиционно звучит несколько настораживающе для чуткого дошкольного уха. То есть мы, когда говорим об учении, то прежде всего у нас такой возникает образ ряда школьных парк, учительница с указкой и вот чего-то в этом роде. Но, с другой стороны, мы понимаем, что то, что происходит в детском саду, это взаимодействие детей со взрослым, который, как говорил Леонид Семенович Кругацкий, является носителем культуры, взаимодействия детей со своими сверстниками. Понятно, что это имеет обучающий составляющий, обучающий эффект, и, в общем-то, здесь тоже речь идет об обучении. Ну и история шведская здесь состоит в том, что на два года назад, в 2018 году, с сентября 2018 года, в Швеции начал действовать новый стандарт дошкольного образования, в котором это слово обучение впервые употреблено. Вот именно, вот если говорить на английском аналогии, то именно teaching, а не learning, как это было всегда раньше. И наши коллеги, Соня Шеридан и Пия Уильямс, были одними из тех, кто инициировали такую национальную, профессиональную дискуссию о том, что же такое обучение в детском саду, и высказали вот те опасения, о которых я говорил раньше, не приведет ли это к шкализации такое образование. Ну и, собственно говоря, это вылилось в проект, который был поддержан шведским департаментом дошкольного образования национальным, такой аналог нашего министерства. И, собственно говоря, им было предложено эту дискуссию провести и высказать свое профессиональное суждение, выработать методические рекомендации, каким образом обучение должно выглядеть в детском саду, и что такое обучение в детском саду. Игорь Богданович, спасибо. А расскажите, пожалуйста, о том практическом опыте для работы, который педагоги, исследователи, участники секции смогут вынести для себя. Ну, фактически на секции будут представлены методические рекомендации, которые разработали наши шведские коллеги, о том, каким образом обучение должно выглядеть в детском саду, каким образом здесь учитывать детский интерес, каким образом поддерживать и развивать детскую инициативу, каким образом использовать характерные для ребенка виды деятельности, например, игру для цели обучения. То есть речь пойдет об этом. И нужно сказать, что, в общем-то, ту задачу, которую ставило агентство шведское, Министерство дошкольного образования перед разработчиками, когда они стали инициаторами этой дискуссии в Швеции, была выработка как раз-таки понимания того, что такое обучение в детском саду, и методические рекомендации воспитателям о том, как это реализовывать, вот с учетом всех тех характеристик, факторов, о которых я только что сказал. И нужно сказать, что книга эта переведена на русский язык. Я надеюсь, что переводчик книги Бент Эриксон тоже найдет возможность поучаствовать в этой секции. Это тоже будет интересен нам его такой восприятие этой книжки с точки зрения переводчика. Мы очень много обсуждали с ним эту книгу. И надеюсь, что эта книга скоро станет достоянием широкой профессиональной общественности в России. Большое вам спасибо. Опыт Швеции как всемирного законодателя счастья. Это будет интересная сфера образования. Я надеюсь, что очень многие советы будут легко использовать, применимы в российском дошкольном образовании. Уважаемые друзья, Игорь Богданович и Оргкомитет конференции будем рады пригласить вас к участию в данной секции. Как сказал Игорь Богданович, это будет не столько секция, сколько мастер-класс, очень практикоориентированный и наполненный советами и полезной информацией для вас. Данная секция пройдет 11 декабря с 12.30 до 14.30 по московскому времени. У вас еще есть время для того, чтобы зарегистрироваться на конференцию, принимать неактивное участие, задавать вопросы спикерам. И напомню, что все иностранные участники будут с помощью синхронного перевода переведены на русский язык. Вы сможете слушать их выступления на родном языке, задавать вопросы и получать переведенные ответы. До встречи на мероприятии. Мы ждем вас. Игорь Богданович, большое спасибо, что нашли время. И до новых встреч. Спасибо. Приходите обязательно. Будет очень интересно. Всего доброго. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok